Давайте сегодня заглянем в вольер к рыжим красавцам Вари и познакомимся с этими животными поближе. Рыжий Вари – млекопитающий из рода лемуров Вари. Это один из крупнейших лемуров Мадагаскара. Туловище покрыто густой рыжей шерстью, хвост и кончики лап, а также голова черная. Длина тела его около 50 см, а длина хвоста может достигать 60 см. Масса тела от 3 до 5 кг. Самки немного крупнее самцов, но половой деморфизм слабо выражен. Ареал обитания – это влажные тропические леса национального парка Масуала на северо-востоке Мадагаскара. Больше нигде этот вид не встречается. Вари ведут дневной образ жизни и живут в неустойчивых ассоциациях от 2 до 15 животных, состав которых иногда меняется даже в течение дня. При этом лидерами групп всегда являются самки. Сама группа построена на условиях четкой иерархии. Самкам принадлежит исключительное право выбора партнера, а также место сбора продуктов пропитания. Чем же питаются эти удивительные животные? Рацион у них многообразен. В него входит большое количество плодов, больше чем у любого другого вида лемуров. Также они едят цветы, листья и молодые побеги, причем кормятся обычно в верхних ярусах леса. Беременность у лемура Вари длится около 100 дней и рождается от 2 до 4, а иногда даже до 6 детенышей. Вари – это единственная из приматов, в которую могут рожать так много малышей. У самки 6 сосков и она способна выкормить весь помет. В отличие от самок других приматов, лемуры Вари не носят детенышей на себе, когда отправляются на поиски пищи. В течение первых трех недель самки оставляют малышей в особых гнездах-укрытиях, которые делают из листьев деревьев и выстилают своей шерстью. В отличие от других лемуров, детеныши Вари не могут держаться за шерсть самки, поэтому в случае необходимости она переносит их в зубах, как кошка. На протяжении почти двух месяцев самка Вари никого из сородичей, в том числе и самца, не подпускает к малышам. Потомство остается в гнезде до 4 месяцев. Все это время самка кормит детенышей молоком. У рыжего Вари довольно пронзительный голос. Чаще всего они молчат, но если им угрожает опасность, крик их слышен далеко. Представители одной семьи переговариваются друг с другом и хорошо понимают сородичей. Например, они могут подавать сигнал об опасности или звать кого-нибудь из членов группы. Эти зельки имеют 12 разновидностей звуковых сигналов. Естественными врагами Вари являются орлы, змеи, различные хищные животные. Ну и конечно же, рыжий Вари внесен в Красную книгу, как вид находящийся под критической угрозой исчезновения. В нашем парке живет пара рыжих Вари, которые с удовольствием делят свой вольер со шпароносными черепахами. В холодное время года их иногда подселяют к ним в вольер. Вари довольно активны и наблюдать за ними одно удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова